Мы на месте. Мы приветствуем Дмитрия, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что ты видишь в биополе, что мешает сканированию. На нем подключки в разных местах, и они таких ровных геометрических форм, например, как прямоугольный ящик на бедре или на руке. Такая коробка, квадратная, очень. Хорошо. И они зеркальные все. Все зеркалит еще, да? Да. Хорошо, сканер, отключи и выводи все эти подключки в его биополе, которое озвучила Вера. Приступай. Как прилипли к ним. Помогаемой энергии на счет 3, 1, 2, 3. Все выходит. Да будет так, а так и есть. Готово. Отправляй это все в клетку-тюрьму. Еще что-нибудь мешает? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дмитрия, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дмитрия, находит все. От этих знаков этой подключки выстраиваются каналы к ответственным 1, 2, 3. Силой моего намерения я притягиваю всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Ну, а здесь гуманоид и ящер. Гуманоид и ящер. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид и ящер представить согласно своему эфирному коду ДНК. Да. Выстраиваются прямые каналы от гуманоида с ящером. Если ищешь еще кто-то, с кем они связаны, притягивай всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Нету никого. Откуда гуманоид? Куда? Как долго находишься в этом биополе? Он почему-то говорит 4, как 4 угла. Так, гуманоид, я тебя предупреждаю. Ты находишься в клетке-тюрьме. Если я сейчас не буду получать от тебя прямых ответов на прямые вопросы, я на тебя буду воздействовать. Поверь мне, это тебе не понравится. 28 дней. 28 дней. Объясняй мне сейчас, что это за геометрические фигуры, которые мы вытащили? Я не пойму, что он пытается показать. Он что-то показывает. Что Дмитрию приятно. Не пойму, как он их цепляет так, что они прилипают к нему. Давай поставим экран. Ставлю экран. И пошла вся информация через экран. Объясни, идет о геометрии какой-то речь? Какой-то интерес к ней? Геометрические фигуры? Как мне это понимать? Это что-то связанное с его генетической памятью. Какие-то фигуры, расчеты. Он сам себе их наносит или вы ему их наносите? Нет, гуманоид наносит. Какая функция? Но играет он на подсознании. Что конкретно, чего ты добивался? Цель? Он заключает его родные энергии в эти геометрические фигуры. Ворует таким образом. Ворует. Хорошо. По заказу ящера. Как резервуар он делает. И где эти резервуары сейчас? Ну вот эти зеркальные есть резервуары, которые он снял. Какой у нас ящер? 280. 280. Ящер, что ты делаешь в этом биополе? Это твоя идея была? Ты взял наемника себе? Да, наблюдаю за его работой. Жду эти энергии, резервуары. Я полагаю, так. Вы увидели, как я понял, вы увидели его интерес к этой геометрии и помогаете ему в ней как-то? Мы увидели первородную душу. Воруют ее энергии таким путем, через подсознание. Хорошо. Как он мог избежать этой подключки с этими знаками на теле? Не знаками, а формами. Ну пусть формами будет. Как ты мог вообще войти в его биополе? Он выставляет все защиты, он защищается. Ты видишь, это осознанная душа. Куда ты лезешь-то? Вот именно, что защищается. Он всегда ждет нападения. Когда ждет, получает это. Хорошо. Это как-то связано все с магией. Какой магией? Я имел в виду, что какие-то силы вас попросили на земле принять участие, потому что он уверен, на него идет какое-то магическое воздействие. Вы к этому причастны каким-то образом? Нет. Нам нужна его энергия. То есть вы пришли банально просто воровать энергию первородной души? Пока энергия, да. И зашли вы на то, что он постоянно в ожидании нападения. Я правильно понимаю? Это один из аспектов. А еще назови другие аспекты. Мне важно понять причину. Защита. Внутренняя защита. И знание силы предотвращает нападение. Само же ожидание нападения приводит к нападению. Это верно. С этим сталкивались уже неоднократно. Сами. Хорошо. Здесь все понятно. Начинаем с реверса энергии. Даю команду. Тонкой копии Дмитрия спроекцировать все энергетические и сферические каналы гуманоиду ящеру и этой конструкции форм. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Дмитрию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души, Дмитрия, на настоящий момент. Готово. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Дмитрий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Дмитрий себя обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Гуманоид говорит, хозяин ли. Иметь такие энергии не пользоваться. Я могу только передать эту информацию. Он имеет в виду, что этой энергией можно работать и наполняться. Вот эти места, где они установили конструкцию. То есть, если он верит в свою энергию, в ее силу, он ее может просто разорвать. И сжечь. И очень легко. А также у него есть связь с первородными душами. Прямая связь, которой он не пользуется. А надеется на какие-то защиты, как он говорит. Глубины не хватает во всем этом. Ждем окончания. Готово. Гуманоид, что-нибудь осталось, что я не вытащил из биополя на твоей частоте и на частоте ящера из ваших подключек? Подключек нет. Ящеру на твоей частоте ничего нет? Ящер заказчик и наблюдатель. Именно поэтому он притянулся. Хорошо. Пока он не получал резервуары. Он не получал ничего. Хорошо. Я рекомендую на рассинхронизацию Дмитрия с гуманоидом, ящером, наблюдателем и этой конструкцией. Готово. Включая внутренний белосвет Дмитрия этим светом, выдавливает из себя все негативные патогены низкоаберационные чужеродные остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Вот он выдавливает сейчас. И он это очень напряженно делает. Напряженно. То есть вместо того, чтобы успокоиться и как своей энергией мягко это чужеродное выдавить, он напрягается. Ну это неправильно. Шар вышел. Открываю воронку в галактическое ядро, подниму, ходит на переработку, закрываю, печатаю, растеряю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Он после этого встает, теряет силы. Он не те энергии использует, там не надо напрягаться. Там наоборот заряжаешься. Чисто. Хорошо. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы. Один, два, три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Здесь мне все понятно. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли, у меня здесь гуманоид Уты. 28 дней находились с конструкцией, с формами, геометрическими знаками. И заказчик 280-й, ящер. Мы заберем конструкцию и их. Благодарю тебя. Оба их. Хорошо. Готово. Идем дальше. Давай проверим сейчас на магическое воздействие. Переходим на чистоту магической воздействия. Если таковое есть или было, оно проявляется. Но у него было воздействие. И здесь фантомы белые вышли. Сейчас нет воздействия. Это воздействие когда было? Считай информацию. До наших чисток или это было после? Или что там было? Мы убирали это воздействие. То есть это наша чистка? Наши фантомы, вернее, которые остались от магии. Правильно? Да. Это такой, как круг людей фантомный. Хорошо. Выходит этот фантом. Открываю воронку в галактическое дро. Сбрасываю этот фантом на переработку. Закрываю, печатаю, растеряю. Давай посмотрим на экране следующую ситуацию. Дмитрий говорит, что когда он выходит на улицу, ему становится плохо. И он видит наручники у себя на руках. Пошла информация по этой ситуации. Здесь нет на экране картинки, идет слово ожидание. То, что он ожидает, то он и получает. Хорошо. Давай вторую ситуацию посмотрим. Информацию по этому человеку, который постоянно к нему приходит и подкидывает землю, видимо, с кладбища и делает какие-то магические ритуалы. Пошла информация. Они пересекаются на работе у Дмитрия. Тоже слово идет сумасшедший. Сумасшедший приходит, раскидывает землю. Никакой силы это не имеет. Имеет это какую-то силу веры магическую. Он не к нему приходит. А к кому он приходит? Он сумасшедший. Здесь все понятно. Он делает то, что он считает правильным. У него есть знания для того, чтобы кому-то навредить. В этом случае Дмитрия. Он может ему навредить. Он хочет ему навредить. Он не в себе. Здесь просто показаны две души. Тот, кто приходит, он что-то бормочет. И он считает, что он что-то делает. Ходит туда-сюда. И вторая душа – это первородная душа Дмитрия, которая опасается и боится. То есть она не понимает, насколько она сильнее, насколько какая-то грязь рядом может навредить. Благодарю тебя, Вера. Убираем монитор. Мне здесь все понятно. Дмитрию, я надеюсь, тоже. Посмотри, сколько энергии нужно Дмитрию и какая частота вибрации? 420 и 25. На счет ремакушку головы Дмитрия начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 420% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. У него меркаба стоит? Каркас стоит. Каркас стоит. Ну что ж. Если каркас стоит, это значит, что в последний раз мы меркабу активировали, когда на нашей чистке. Человек ничего не делал, иначе бы каркас не находился в биополе, а была бы меркаба. Нет, он делает, но не изнутри. Он ставит каркас. На себя. Защищает. На себя. Не изнутри выходит этот каркас, а сверху, по-моему, я об этом говорил несколько раз, все должно выходить изнутри. Он заправился? Да, он готов. Синхронизируется энергия вибрации гармонизируется. Это распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Субтитры создавал DimaTorzok